Добрый день, друзья! Сегодня хочу записать материал для тех, кто серьезно занимается инфодайвингом. И назову его так. А вам это надо? Это один из ключевых вопросов, который будет возникать у вас на пути работы с клиентом. Часто бывает так. Клиент обратился, плачет, ему это надо. Он хочет жить или он хочет жить, чтобы жил близкий его человек. Вы начинаете работать, клиент пропадает, он где-то что-то ищет, он ищет спасения, он поднял на уши весь мир. Вы работаете, у вас нет обратной связи, он исчезает, потом снова появляется, начинает что-то говорить, кто-то что-то сделал, медицина вмешалась, что-то вырезала и так далее. И все идет совсем сикося-накося. И вы в черной повязке на глазах. И вот здесь возникает очень много вопросов о ценности вас и вашей работы для себя. Уже потом клиент вторичен. И осознание ценности самого себя и своей работы, и значимости своей работы, и результатов своей работы, приводит к осознанию того, что может имеет смысл сразу отказать человеку. Человеку не нужен результат. Человеку важен процесс. Человеку важна своя игра. И таким образом становится очевидно, что игра делится на две части. Первая часть – это игра клиента в болезнь. Игра в заботливую мать, в заботливого отца, в ребенка, в пытающегося выжить, пытающегося победить болезнь, еще, еще, еще. Там куча вариантов. Это все сценарии. И ваша игра. Ваша игра, где все поправляются. Вопрос. В какой игре играете вы? Если вы играете в своей игре, то тогда вам надо этот результат. И вы знаете, зачем он вам надо. А когда вы играете на территории клиента, то результата не будет. Будет просто игра, соболезнования или там какие-то результаты, которые уже заведомо предусмотрены сценарием игры клиента. Но тогда это не про инфодайвинг. Но если мы говорим про инфодайвинг, тогда вы четко знаете ответ на вопрос, зачем вам это надо. И тут есть варианты. Тут меня можно упрекнуть в том, что вы, например, корыстный. Вы не помогаете бесплатно. Прекрасно. А зачем мне помогать тебе бесплатно? Если мне не интересно. А вот если мне интересно, тогда я помогаю ей бесплатно. Тогда деньги – это все лишь инструмент. Инструмент, который помогает ответить на вопрос, а зачем вам это надо. Точно так же, как и отношения. Если ваши советы игнорируются. Если вас отбрасывают, не ценят и так далее. Вам это надо. Но если вы хотите сыграть в игру, я ценю себя, да, я учусь ценить себя. Ну, сыграйте в эту игру. Но это не о результатах. И поэтому каждый раз, когда вы будете говорить с клиентом, вы для себя определитесь. Если вам интересна болезнь, интересно вывести данного конкретного человека – это одна тема. А другая тема, если вы видите, у вас там интереса нет. И видите, я говорю с разных сторон. Так, чуть-чуть шатаю, шатаю, шатаю. Шатаю относительно кого? Ось где? Ось в вас. Вы в себе находите вот этот ответ на вопрос. И под этот ответ на вопрос у вас будет выделен внутренний, ваш силовой ресурс. Именно за счет этого ресурса достигается результат. Он достигается не потому, что клиент там такой включился, начал писать, начал что-то делать. Это и потому тоже. Это вторично. Вторично после того, как вы выделили часть своего силового ресурса. И вот теперь смотрите, вы выделили часть своего силового ресурса, и он ушел в никуда. Вам это надо? Мы зашли с другой стороны. Этот мир круглый. Если вам надо разбазаривать свою жизненную энергию, свою жизненную силу на неблагодарность, на пустоту, на слив в чужую игру. Это одна тема. Так живут все. Они играют в чужие игры, выходят на чужие митинги. Работают на чужие идеи, воплощают чужие мечты. Если вы занялись инфодайвингом, и если вы уже серьезно занялись инфодайвингом, и действительно тренируетесь на результат, то вы играете в свою игру. Вы воплощаете свои мечты, и вы попусту не разбазариваете свой силовой ресурс. А если вы до сих пор не проработали программы спасения человечества, то силовой ресурс ваш весьма ограничен и очень быстро может закончиться. Посмотрите на это с этой стороны. Ответьте себе честно на вопрос. Каждый раз перед тем, как начать работать с человеком. А вам это надо? И если вы четко находите ответ на этот вопрос, да, мне надо. Мне интересно, смогу ли я это сделать. Мне интересно, как устроена вот эта болезнь. Мне интересно, как устроена психика. Мне интересно, смогу ли я повлиять на событийный ряд. Мне интересно, смогу ли я внести изменения в тело, пока они не зафиксированы приборным путем. Тогда будьте готовы, что многие ваши результаты будут обществом обесценены, потому что они просто не понимают, что вы делаете. Но вы внутри довольны, и вам это было надо. Но если вам не надо, то не надо метать бисер.